Всем привет, друзья! С вами снова Аквамейн, и сегодня у нас весьма занятная обозричка, я бы даже сказал об пузыричка. Почему? Потому что сегодня у нас диффузор от фирмы Иста. Сразу хочу сказать, что я его покупал сам, никто ничего мне не засылал. То есть вот этот диффузор я его купил несколько лет назад, и с тех пор боялся к нему подходить, потому что боялся я его сломать и загадить. С тех пор, возможно, поменялась упаковка, но содержимое осталось таким же, как и было. Да, в линейке встречается несколько размеров этих диффузоров. У меня самый маленький S, он так и называется, сверхтонкий компактный диффузор, и называется он UFO. То есть что-то, я так подозреваю, здесь взаимосвязано с формой этого диффузора и напоминает летающую тарелку. Давайте ознакомимся, а не будем ознакомиться с этой информацией, здесь все на китайском, на английском языке. В общем-то, понятно и так, что это диффузор. Самое крутое в этом диффузоре, во-первых, его габариты, во-вторых, то, что он вроде как пытается быть прозрачным, в-третьих, и, наверное, это даже в нулевых, то, что мембрану в этом диффузоре можно менять. Серьезно, вы можете просто взять этот диффузор, попытаться раскрутить, но ручками, скорее всего, не получится, даже если пальчики очень ушаловливые. Нужна отвертка. С вашего позволения, я не буду этого делать, потому что, несмотря на то, что устройство сие сделано из ABS пластика, места упора пальцев, а именно два соска вот эти вот, они уж очень подозрительно хлипковатые. Поэтому, может быть, отдельное видео я когда-нибудь сниму по замене мембраны, но не сегодня. Итак, я сказал, что есть здесь два таких вот выступа, два соска, будем говорить. Один у нас может приютить на себе присоску, которая, ну, весьма обычная присоска, и присоска мягкая довольно по ощущениям. Второй сосок в себя должен вобрать углекислоту из шланга, и вот здесь тоже очень удобно, то есть вы просто берете и подключаете шланг. То есть никаких уголков, никаких там разветвителей, переходников не нужно, просто напяливаете шланг, и все, он работает. Написано в инструкции, что стабилизируется подача пузырей через 24 часа примерно, но у меня он уже начал работать сразу. Да, то есть видим, что есть места прорыва где-то на границе соприкосновения мембраны и вот этой вот прорезиненной самой подложки, прокладки, да. Но, в принципе, вполне себе очень годно он пылит. Почему? Потому что мы видим, что от площадки пузыри весело отрываются, пролетают некоторые расстояния, и все, и дальше мы не знаем, что с ними случается, они растворяются в пучинах этого аквариума. То есть он работает, то есть он себя отлично показывает, учитывая, что мембрану можно менять. Мембрана отдельно стоит где-то, наверное, 250-300 рублей, если посмотреть, поискать. И сам диффузор стоит на данный момент 600-700 рублей, это весьма годная компактная вещь. На этом все, если вы пользуетесь подобного плана диффузорами, обязательно пишите об этом в комментариях. С вами был Квам, и мы увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok